Всем привет, дамы и господа! С вами снова Александр. И сегодня я вам расскажу о колясочке от компании Jules. Моделька у нас называется Day 3 Earth. Это чуть помладше модель, в отличие от Day 3 старшей версии. Но это не значит, что она стала хуже. Здесь всего лишь капельку моментов изменили. Но при этом, при всем, мы получаем практически то же самое, что и в старшей модели за меньшие деньги. Комплектация 2 в 1, она в принципе другой не бывает, потому что это трансконструктор, люлька переделывается в прогулку. Это не отдельные модули. И вот поэтому вы не можете купить здесь отдельно люльку и отдельно прогулку. Это по-любому будет комплектация 2 в 1. Что касается технических характеристик, давайте в двух словах я вам назову. Вес и все остальное. Jules вообще, если что, это Нидерланды. И вес с люлькой у нас 14,2 кг. Сиденье 13,4 кг. Причем очень неплохой диапазон регулировки спинки в прогулочном блоке 95-180 градусов. Это прям рекордные показатели. С рождения до 3 лет. Кстати, ширина колесной базы здесь 59 см. Любой лифт, вот-вот все куда угодно вы сможете заехать. Так, и размер люльки здесь, кстати, 80 на 35. И максимальный вес ребенка, который выдерживает эта колясочка 15 килограмм. Так, что касается люльки, давайте на нее посмотрим. Вот, собственно, как она выглядит. Такая классическая европейская колясочка. Строгая, лаконичная, ничего лишнего. Все, что нужно, все есть. Материалы, кстати, здесь очень износостойкие. Тактильно приятные. Они, естественно, не продувают. Если будет сильный дождь, особо сразу ничего промокать не будет. Нужно достаточно долго побыть под проливным дождем, чтобы здесь промокло насквозь. Поэтому за вот это переживать не стоит. Когда уж совсем зальет, дождевичок. Собственно, что у нас здесь с козырьком? Все у нас здесь с ним все хорошо. Козырек достаточно большой. Вот эту секцию можно у нас убрать, если нужно. Или выдвинуть. Обычно никто ее не убирает, так и оставляют. Что у нас здесь сзади? Давайте посмотрим. Все, вот так вот можно поднять и сделать у нас своего рода такой микроклимат для ребеночка летом, чтобы там проветривалось. Закрывается непривычным способом. Обычно это бывает замок. Здесь же вот нахлест и кнопочка. Ну, по крайней мере, прикольно, симпатично. Что касается регулировки козырька. Здесь у нас бесшумный, абсолютно бесшумный механизм. Он не щелкает, ничего не происходит. Просто регулируется и все. И не нужно дополнительно нажимать никаких кнопок нигде. Так, что касается вот этой ручки. Эта ручка, это же и бампер в прогулочном блоке. Он используется один на блок прогулочный и на люльку. Он, естественно, убирается, если нужно. Но он понадобится, чтобы переносить ее. Так, что касается здесь... Давайте уберу в сторонку, чтобы вам было лучше видно. Вот так вот. Вот так же у нас закрывается дополнительно, чтобы не задувало ребеночку. Убирается. На замочке все это держится. Вот, смотрите. Давайте внутренность люльки сразу покажу. Люлька здоровенная. Действительно большая. Классный матрасик. Все с этим хорошо. Деревянное дно. И еще интересный, прикольный такой момент здесь есть. Редко, на самом деле, где вы можете такое увидеть. Но все-таки встречается. Можно дополнительно взять... Сейчас, секунду. Расстегнуть вот эту часть. Некоторые дети любят лежать на животике. Ну, зимой это будет не актуально особо. Но вот летом, когда тепло, можно ребеночка на живот положить. И, соответственно, у него здесь будет москитная сеточка и открыт обзор. Внутри здесь для этого есть вот такой вот мягкий бортик. Поэтому прикольно? Прикольно. Собственно, по люльке, по большому счету, мне уже добавить нечего. Сейчас я переделаю люльку в прогулочный блок. И мы с вами продолжим ее изучать. А вот, собственно, и прогулочный блок. На самом деле, на его переделку уходит где-то минут пять. И это вы будете делать по факту один раз. Поэтому то, что это трансформер, вас пугать не должно. Ну, здесь просто вынимается начинка люльки на замочках и одевается прогулка на этот же каркас. Собственно, и все. Козырек остается один и тот же и в люльке, и в прогулке. С теми же самыми возможностями, с сеточкой, все как полагается. Поэтому здесь изменений никаких нет. Это же самое касается и бампера. Бампер используется один на обоих блоках. Откидывается как калиточка. Пятиточечные ремни. Причем ремни здесь с натяжителем. И они всегда откидываются вот так назад. Вы видите, да? Чтобы они не мешали тому, чтобы посадить удобно ребенка. Сразу смотрите на размер сидения. Сидушка мягкая, длинная. Подножка здесь у нас регулируется. Вот эта кнопочка. Такая особо незаметная. Вот так регулируется подножечка у нас. Как на салазках выезжает, заезжает. Ну и, собственно, все. Естественно, он реверсивный и по ходу, и против хода движения. Можно... Вот так иногда можно и прищемить палец случайно. Так, нажимаем и вытаскиваем. Собственно, и... Все. Так едем мы по ходу движения. По наклону сразу давайте покажу. Там в характеристиках указано 180. 180, пожалуйста, 180. И 95. Вот, пожалуйста, ребенок сидит. 95 градусов. Посадка такая нормальная, капитанская, удобная. Поэтому с посадкой здесь, в принципе, учитывая, что трансформер, они обычно, знаете, как не самые удобные сидения у них. Здесь вообще с этим проблем нет. Нормально удобное сидение. С хорошим козырьком. Так, что касается рамы. Давайте немножечко раму изучим. Все в эко-коже, все в строчке, все с логотипами. Все красиво, все нарядно. Ручка, естественно, регулируется в очень большом диапазоне. Видите, высота. И для невысоких родителей, соответственно, тоже можно все отрегулировать. Везде металл. Никакого пластика. Даже вот эти кнопочки, они алюминиевые, металлические. Ну, не хромированные, но блестящие. Так красиво смотрится. Так, ручка регулируется. Все нормально. Что касается рамы. Естественно, это пластик и металл. С хорошей амортизацией. Амортизация, действительно, здесь прям зачетная. Кстати, сразу о шасси давайте. Амортизация, да, все классно. Прикольно сделали то, что блокировать передние колеса. Можно вот просто кнопочками вот так нажали. Все, колеса заблокировались, едем. Нажали. Это можно делать ногой. Они разблокировались, едем дальше. Колеса здесь не надувные. Это полиуретан, спинненная, скажем так, резина. Они легенькие, поэтому с этим все окей. Багажник. Что касается багажника. Вот так отгибается, чтобы можно было что-то закинуть. Жесткое дно. Поэтому он не будет вот так провисать. С этим тоже все нормально. И тормоз. Тормоз здесь нормальный. Сверху нажали. Также сверху нажали. Рукой просто удобнее снизу. Сейчас вам показать. А так можно вот сверху нажать. И, соответственно, обувь вы не пачкаете, не царапаете. С этим все хорошо. Сборка, кстати, здесь очень хорошая. Не люфтит, не скрипит. Вообще никаких вопросов. Так, давайте сейчас я уберу блок. Кстати, отдельно он очень легкий. Поэтому все нормально с весом. Так, давайте я покажу, как она складывается. Чтобы сложить раму, здесь вот спереди есть кнопочки. Нажимаем. Снизу кнопочки и сверху. Все, вот так вот. И все. Вот таким образом она у нас складывается. Получается, что конструкция абсолютно нормальная. Можно снять колеса, если вам размер нужен поменьше. Раскладывается. Все очень легко. Так, ставим блочок. Вот, собственно, и все. По большому счету, всю информацию, которую хотел вам донести, я вам донес. Резюмирую. Не самый большой фанат я трансформеров. Но если уж о трансформерах говорить, чтобы у вас не было отдельных каких-то блоков, то это один из лучших его представителей. Здесь и прогулочный блок. Человеческий, нормальный. Люлька, я вообще считаю, вообще отличная. Единственное, вот нужно будет один раз вам перекинуть начинку с люльки. И на прогулку. Вот, собственно, и вся разница. Здесь сделан трансформер по-человечески. В ущерб ничего здесь не пошло. Поэтому все четко, все нормально. По качеству изготовления здесь, я считаю, все прекрасно. По тканям. Бренд очень хороший. Они очень надежные. Амортизация хорошая. Очень люблю, чтобы хорошая кожа была на ручке. И ручка была достаточно толстой. Здесь с этим тоже все хорошо. Диапазон регулировки хороший. Плавность хода хорошая. Тормоз. Вот как блокируются передние колеса. В принципе, по большому счету, мне в коляске нравится практически все. Ну, по дизайну дело вкуса. Поэтому здесь смотрите сами. Но, как по мне, нормальный, стильный, современный вариант европейской колясочки. Плюс на вторичке бренд этот любят. Покатали, легко продали. В общем, все нормально. Поэтому я рекомендую обратить на нее внимание, если ищите для себя хорошую, качественную, стильную колясочку 2 в 1. Вот. И можете обратить на нее внимание. А купить вы можете по ссылке в описании на магазин Первая коляска. Там же есть точные, подробные характеристики. Все в сантиметрах, все эти детально есть. Можете изучить. Там же есть сравнительная, кстати, таблица. Можете разные модельки взять, добавить сравнение. И четко посмотреть, в чем, где, какая разница. Очень удобный, кстати, инструмент для выбора. Имейте в виду. Ну, а я, собственно, заканчиваю. Хочу лишь пожелать вам хорошего, грамотного выбора колясочки для вашего ребенка. И удачной дороги. До свидания. До свидания.